Аминь! Молимся! Молимся! Вань, закрывай дверь! Кто последний? Он еще тетрадь ищет. Скажите, где есть? Я же сказала, что тетрадь у меня только что проговорили. Вань! Ну я сейчас только сейчас сказала. Тетрадь вот она. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Так, садитесь сюда, садитесь, я же писать не буду, но пишет, садитесь сюда. Сегодня тетрадь, да, поэтому... Так, сразу стих расскажите мне. Так, кто? Так, и Крастиня подготовилась. Так, Даша. Подсказила. Так, Ваня первый у нас будет. Если... Если кто не родится от воды и духа, не уйдет в царский год. Не надо. А не может написать в царский год. Иоанна. Третья глава, шестой стих. Пятость. Угу. Ну так, наслажненькую троечку. Нестор сейчас все сделает как надо, давай. Так... Если кто не родится от воды и духа, не может войти в царствие Божие. Иоанна 3 глава, пятый стих. Просто Иоанна 3-5. Быстро, чтобы так... И Крастиня руку поднималась. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в царствие Божие. Иоанна 3 глава. Так, мы проходили таинство с вами. К какому таинству этот стих относится? К крещению. К крещению, да? Если кто не родится от воды и духа, не может войти в царствие Божие. Давайте сейчас все вместе скажем. Галерия. Все вместе говорим. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в царствие Божие. Не может войти в царствие Божие. Скажите, какие мы таинства прошли, на каком остановились, я уже не помню. Прочитайте, вот у кого записано. Так, ну а предыдущие какие? Первое. Таинство. Таинство. Крещение. Крещение, так. Ну иди к той, говори. У тебя записано все. У меня записано. Давай, Полина, читай. Первое. Таинство. Второе. Таинство. Третье. Таинство. Крещение. Какое? Покаяние. Покаяние. Четвертое. Таинство. Крещение. Ребята, я там с собой. Тарас, ну открой уже где-нибудь, не шурши. Уже на чистом месте где-то. А зачем ты эту тетрадку взял? Уже и рисунки какие-то. У тебя нету тетради? Да, она закончилась. Давайте до следующего занятия заводите, значит, новые. Слышите, где вот Нестора тетрадил? Я ее забыла. Ты забыла. А Леонида? Я ее дома ее ушла. Дома забыла? Здесь нету. Вот мы все, которые нашли. Видите, вот нужно прочитать, что мы прошли, на каком основном месте. А только у два лица записано. Так, мы закончили, значит, Таинство Причащения и Евхаристии прошли. Таинство Венчания мы в прошлый раз разобрали, да? Таинство Венчания. Вот, Таинство Брака, да? Картинка такая. Картинка такая. Это специальная папочка о таинствах православной церкви. Таинство Брака. Вот. Венчаются. Мы разобрали, что такое венцы, да? Таинство Брака. Это как символ страданий, а не красоты, не корона. Венцы. Венец. Помните, у Христа был терновый венец из колючек сплетеный. То есть это не корона. Это как признак страданий. Страданий, которые до брака и страдания, которые предстоят в браке. Ну, какие-то трудности, искушения. Как апостол Павел сказал, хорошо вам оставаться, как я, да? То есть без брака. Потому что ждут трудности, когда в браке рождаются дети. Если у человека, допустим, Иван работает, сам себя обеспечивает. Ну, например, когда он будет работать. Женился. Теперь ему нужно обеспечивать себя, жену. Рождается ребенок, если Господь благословляет. Может быть, не один. И уже он при той же силе, при том же своей жизни, в том же там, практически, возрасте, уже должен работать во сколько раз больше, чтобы уже содержать всю семью. И еще так нужно трудиться, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Это обязательно. Чтобы ты всегда, где кому нужна помощь, мог помощь оказать. Потратить свое время, то есть оторвать его от семьи, время, силы, руки свои дать, где-то помочь что-то сделать. Либо помочь материально, то есть то, что ты заработал, уделить. Представляете, насколько больше приходится. Поэтому каждый должен несколько раз подумать, а потянет ли он это? Сможет ли он? Вот такие трудности. Вот такие венцы. Так. И какое у нас следующее таинство? Пятое, шестое. Еще не прошли, кто вспомнит? Таинство. То есть причастие, покаяние, миропомозание, отвещение, отпевание. Отпевание. Это не таинство. Это чин. Чин отпевания, чин освещения машины. Там все-таки слова колесница, потому что еще тогда были созданы эти все таинства. Ну, все службы эти написаны. Таинство, священство или рукоположение, когда рукополагают, рукополагают кого-то в священнике, да? Вот, посмотрите эту картинку. Здесь на первой картинке, какой, ну, кто узнает на первой картинке, какое событие изображено? Так, говори, Оля. А, ну, Оля Политыкина сначала. Что тут изображено? Ох, видите, какое-то праздник, какой-то день. Пятидесятница. Пятидесятница, правильно. Так, сейчас батюшка зайдет, вы в сторонку отойдите. День сошествия Святого Духа, Дух Святой сошел. Вот, Варя, посмотри на картинку. Видишь, язычки огненные сошли на всех... Сегодня у нас день община. Двадцать десять лет ей. А как отмечать стали девятнадцать лет? Как рукополагают священников. Вот, видишь? То есть, в Евангелии, в Новом Завете, описано вот это событие в Деянии, в первой или второй главе, да? В самом начале Деяния. А здесь написано. Вот, там вторая глава. Во второй главе. Скоро по четвертый стих. Как огненные языки сошли. Праздник этот, как у нас называется, мы его празднуем? Ну, как праздник? День Святой Троицы. День Святой Троицы. А таинство называется священство или рукоположение. Почему? Видите, епископ полагает руки на того, кого рукополагают. Вот, например, Ивана захотят сделать священником у нас, да? Ну, у нас Иван теперь примером будет для всех таинств. Вот, что мы, помните, с вами изучали, какая иерархия у священства есть? Сначала рукополагают, как будет называться? Как Иван будет называться? Чтицы. Нет. Ну, чтицы, да. Ну, из священства уже. Первое. Дьяка. Правильно. Дьяка. Не ранее двадцати пяти лет. Тебе еще семнадцать. Еще рано. Вот. Дальше. С тридцати лет уже можно священника. И священника уже потом можно будет... Бапе. Ну, батюшка священник это одно и то же. А священника в кого можно будет рукополагать? Лепископ. Лепископ. Вы таинство-то запишите в своих следующее. Шестое таинство. Таинство священства. Запишите. И кто на листочках, перепишите в тетрадочки дома. Положите их себе в сумки и дома перепишите. Священство. У тебя есть тетрадка. Пиши, Лера. Тебе новую завели. Ты тупо теряешь. Таинство священство. А почему рукоположение? Потому что рука полагает на них. И все рукоположение имеет право производить кто? Е-пи-с-коп. Только епископ. Чем он отличается от священника епископ? А тем, что он может рукополагать. Вот батюшка нас не может рукополагать. Потому что он священник. А епископ тем и отличается, что он рукополагает. А уже епископы бывают разные. Но это все епископы. Епископы бывают митрополиты, архиепископы. Вот у нас митрополит Сергий, да? Вот тайский. А еще какой самый главный епископ? Патриарх. Это тоже епископ. То есть выше епископа уже иерархии нет. А уже среди епископов они делятся. Вот такое, такое. Там, конечно, у них между собой идет тоже звание выше, так сказать. И во время этого божественная благодать. О, я тут по-славянски не буду читать. Помолимся о нем и придет на него благодать Святого Духа. Почему? Вот здесь эта картинка приведена в пример сошествие Святого Духа из книги Деяния. И Святой Дух незримо, тайно. Почему таинство называется? Тайно, незримо, непонятно как это происходит. Но происходит в этот момент таинство. Мы видим только видимую часть того, что происходит. А невидимо происходит сошествие благодати. И уже этот не просто человек. На нем большая ответственность. Это совсем другое уже. Ответственность всегда и везде. Он уже рукоположен. На него сошла особая благодать. Это таинство священства. И еще одно какое таинство забыли? Вспоминайте. Соборование. Правильно. Соборование. Вот, посмотрите. Соборование. Ну, здесь апостол нарисован. А здесь, посмотрите, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Может, это дьякор, а это, наверное, священники. Священники, вот посмотрите, собрались. Посмотрите, тяжело больная вода. Девочка, видно? Можете к себе взять. Посмотрите там. Собрались и над болящей проводят это таинство. Это таинство называется, как оно там названо сверху? Гелеосвещение. А почему? Потому что освещается масло, елеет. И этим елеем семь раз помазывают болящего. И считается, что в этот момент происходит, его должно произойти исцеление и души, и тела. А почему души? У него там, например, печень больная или еще что-то, болезнь какая-то, сердце. Вот он уже практически больно. Потому что мы, как верующие, должны понимать, что наши болезни, они по нашим грехам. И очистившись от грехов, очищаешься и от болезни. Легче пойдет выздоровление. Раньше это таинство соборования даже называли последнее помазание. То есть последний раз человек уже практически, ну как бы готовится уже к смерти. И вот еще только, ну все уже перепробовали. И все, приглашают вот семь священников здесь нарисованы. Пископы приходят и такое таинство совершают. Ну а священник и один может, у нас батюшка один может соборования провести. Уйди в сторонку, в сторонку проси. Таинство ели масло. Главное, чтобы у него было вот это специальное масло, священное епископом. Тогда он может и сам произвести это таинство. Это не чинение, это таинство. И вот многие ходят на таинство соборования. Потом его переименовали. Сказать не надо его называть последнее помазание. Последнее, ну то есть все, человек при смерти. То есть там... На колтах поснимай. Еще не надо задевать. Руку проси. Вот я только не задеваю. Нет, вот туда смотри. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвятеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его илеем во имя Господне. И это стало основой для этого таинства. То есть мы разобрали. Все таинства имеют свое основание из Слова Божия. И вот это стих он как раз о том, чтобы, если кто болен, призовет пресвятеров, то есть вот их несколько пришли, и помолятся над ним. А над ним почему? Не с ним помолятся, а над ним. Потому что он болен, он лежит, а они как бы сверху стоят и его мажут, да? Поэтому это таинство для тяжело больных, а не так, как все идут на него. Все вот в Великий пост сейчас в церквах проводят собор, они идут туда все. Ну, с одной стороны, да, здоровых людей нет, говорят, есть недообследованные, да? Вот, если кого-то начинать, у кого-то со зрением, у кого-то там почки маленько не так работают, у кого-то там плоскостопие, и можно сказать, тогда все больные. Ну, здоровых тогда вообще идеально, здоровых нет людей. Вот. Но таинство именно над ним, то есть больной, последнее помазание, вот так оно называлось раньше. Потом это, закрыли это название, и стали просто соборование, и все идут туда. Это для тяжко больных. Оно такое долгое, семижды они освещаются, и после ели помазания принято взять с собой масло, и этим маслицам потом в течение года еще, ну, мажут, например, больное место, или там коленки болят, или еще что-то, то есть можно им именно дальше с целью исцеления пользоваться. Это освещенное особое масло. Вот, это последнее таинство записали, да? Таинство священства, и таинство ели помазания в скобках соборования. Кто сейчас может все таинства назвать, не подглядывая в тетрадочку, вот тут у него нет в тетрадочке. Тараш. Вот у него нет в тетрадочке. Давай, мы их сегодня все проговорили, вспомнили. Давай. Начинается с чего у нас? Крест, крещение, венчание. Крестился сразу венчаться. Дальше. 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 Таинство. Ну, на посты мы куда ходим, батюшки? Таинство. Исповедей или покаяния, а после исповеди таинство, приключение. Приключение. Таинство. 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 забывает про какое таинство мира помазания которая она вместе происходит один во время таинства крещения ну как бы сразу после него понятно то есть крещение это погружение можно так если одним словом стать погружение в оставление грехов до очищается человек а дальше миропомазания это печать дара духа святого башка говорит сошел на него дух святой помните христос покрестился а потом голос неба виде голубя вот зашел дух святой то же самое происходит во время таинства крещения когда его проводит священник вот священник он еще кстати что мы говорили отвечает он тем что он может проводить эти таинства диакон таинства не может проводить диакон как идет как помощник но на нем уже тоже есть вот эта особая благодать духа святого уже сейчас пойдем запишиваем стих записывайте сегодня вот этот вот стих 623 мы его давно-давно учили сейчас моего по новой записывать ибо возмездие за грех тире смерть а дар божий жизнь вечная во кресте иисусе господи нашим там уже запели можете выписать себе римлянам 623 и дома выписать этот стих полностью вот место рвов вспомнил кто еще помнит этот стиль и просим молодцы то есть вам его вообще легко будет выучить возмездие за грех смерть а дар божий жизнь вечная во кресте иисусе господи нашим то есть вечная жизнь не просто вечная жизнь а именно во кресте иисусе господи нашим что нет другого имени на земле которого надлежало нам спастись вот мы были на крещение евангелие раздавали и там мусульманин один я мусульманин мне это не надо и он главное и мне все время это главное что бог у нас один и мы главное быть человеком хорошим хорошим человеком и я ему начинаю говорить не 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 только это главное еще должно быть нет все мы все вот спасаемся вот мы всем все равно в одного бога верим не в одного только именем иисуса христа мы можем спастись мы верим слово божие библии а там написано нет другого имени на земле которым бы надлежало нам спастись и здесь написано во кресте иисусе господи нашим а не просто в каком-то добром все пошли пошли давайте помнимся господи слава тебе потому что в погоду у нас здесь собраться слава тебе господи истели болящую алифтину помоги господи все заходим день общины сегодня после девятнадцатого января 1 воскресенье сегодня день нанесён ему им м м м м ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» «Симон»